Представляем портативную радиостанцию Motorola P180. Выпускается она в три частотных диапазона, в 136-174 и два диапазона в 400 МГц. Шаг сетки каналов у нее 12,5 либо 25 кГц. Расскажем сначала о комплектации. В комплекте, в стандартном, идут инструкции пользователя, включая русский язык, конечно, как и у всех Motorola. Потом идет антенна портативная в соответствующий диапазон. Далее идет само тело радиостанции P180. Клипсокрепление на пояс. С металлическим основанием. Так, аккумуляторная батарея. Стандартно поставляется по умолчанию батарея металлогидридная. ПМН-4082. На 1300 мАч. Так, и две коробки. И сетевой адаптер 220 вольт. 220 вольт. И стаканчик сетевого адаптера настольный. С соответствующей инструкцией. Как и у всех станций Motorola, расположен на передней части зарядки многоцветный индикатор, который сообщает о состоянии процесса заряда. Объяснение здесь на задней панели зарядного устройства есть. Далее, значит, крепление аккумулятора. Крепится аккумулятор на 4 выреза металлического шасси. Вставляем и уводим до, к вверху передней панели. Значит, аккумулятор крепится надежно. Чтобы его снять, нужно отстегнуть защелку вверх и сдвинуть его назад, вниз. Все, устанавливаем. Устанавливаем антенну портативную. Сама станция имеет полностью ДТМФ-клавиатуру и дисплей. Позволяет запрограммировать до 99 каналов и осуществлять выбор каналов и различных запрограммированных функций прямо с передней панели. То есть, у нее есть 5 программных кнопок. Две расположены сбоку, ниже, чем кнопка передачи. И три расположены на передней панели. То есть, вверху расположена кнопка включения радиостанции. И она же является регулятором громкости. В данном случае, сейчас на станции запрограммирована на среднюю кнопку выбор большой либо малой мощности. Один, либо пять ватт. И кнопка мониторинга. То есть, включение шумоподавителя. На верхней части станции сделана скоба пластиковая для крепления, либо в чехле, либо на плечевой ремень. С этой стороны, значит, у нас кнопка передачи и две программированные кнопки, как я уже говорил. Здесь контакты на зарядное устройство. Это крепление для закрепления скобы поясной. Подсветка зеленая на клавиатуре. Аудиоаксессуары. Значит, двухконтактные. Все аксессуары подходят от предыдущей серии P100, P080, P040, от GP300 и от всей коммерческой серии CP. Ну, как, P020, P030 все временные выпускают еще которые.